Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Интересно, сегодня наш вебинар посвящен актуальной проблеме с полурокатологией, проблеме осложнений. Сегодня мы будем обсуждать проблему несостоятельности полурокатальных амстомозов, а также под лекцией нашего профессора мы обсудим несколько видеоопераций, техники выполнения и возможную аппаратуру использования. Я хотел бы представить своих коллег, вы все их знаете, они в целом не нуждаются в этом, но все же хочу на удовольствие представлять профессор Хан, руководитель наук, руководитель отдела онкопрактологии Минского патологии Петя Пакова. Добрый день, Дмитрий Геннадь. Рад вас приветствовать. Конечно, вы уже сегодня виделись, но все равно. И кандидат наук, заведующего отделением малоинвазивной пирогии, в обливании подошвей пешки, Армен Ваттанович Барданя. Добрый день, у вас. Всем приветствую, спасибо. И разрешите представиться. Меня зовут Санислав Викторович, фамилия моя Тернышов. Я заведующий отделением о малоинвазивной онкопрактологии и также нашего национального центра полупрактологии имени Александра Наумовича Рыжи. Сегодня вот мы таким трио представляем наш вебинар и хотим немного поговорить о каких-то актуальных, для некоторых наболевших вопросах. Все, я думаю, видели программу, была рассылка. Будет наш вебинар состоять из трех частей. Сначала мы послушаем лекарства и практического оборудования о проблеме несостоятельности полупрактальных амстомозов. В дальнейшем с Романом Ваттановичем, я думаю, что Евгений Геннадьевич к нам присоединится, мы обсудим видео нескольких оперативных вмешательств лапароскопических, где мы представим различные технологии рассечения тканей в виде высокой энергии, а также хотели бы поговорить о разных видах вшивающих аппаратов, в том числе и в электрических. С большим удовольствием я хотел бы сказать, что сегодня наш вебинар проходит при поддержке компании Тифон и также компании Карл Сторг. Мы очень уважаем этих спонсоров и всегда используем и с большим удовольствием обсуждаем все технологии, которые они нам представляют. Поэтому, Евгений Геннадьевич, Армен Вастанч, если есть какие-то у вас вопросы или тоже какое-то приветствие, то, пожалуйста, давайте это как-то так в режиме обсуждения продолжать. Если же нет, то в целом можно стартовать с лекцией Евгений Геннадьевич. Спасибо, Сергей Геннадьевич, за представление. Давайте действительно сразу приступим к делу. И тема сегодняшняя, она чрезвычайно актуальна. Видно моя презентация, все в порядке? Да. Да, да, да. Любой хирург, практикующий, сталкивался, а если не сталкивался, то однажды столкнется с такой проблемой, как несостоятельность анастомоза. И, естественно, это не может нас удовлетворять. Хирурги имеют нулевую толерантность, как сейчас можно говорить, к несостоятельности. И всегда задается возможно, можно ли было этого избежать. А если это случилось, то как с этим справиться, как сохранить, прежде всего, жизнь пациента. Во-вторых, можно или нет, сохранить анастомоз. Длительное время отсутствовала единая классификация. Но в 2010 году большой группой авторитетных специалистов по колоректальной хирургии была создана классификация несостоятельности колоректального анастомоза. Я сразу хочу подчеркнуть, что в моей лекции, да и в дальнейших видеопрезентациях речь пойдет именно о колоректальных анастомозах, потому что это анастомоза наиболее высокого риска. Если говорить о тонко-тонко-кишечных анастомозах, о толстокишечных анастомозах, в правой половине, то там эта проблема присутствует, она присутствует при любом анастомозе, но, конечно, она не столь значимая, как именно для этого контингента больных. По степени несостоятельности она делится на степень А, В, С, в зависимости от того, требуется ли терапия при этой несостоятельности, ну и самая легкая это степень А, когда, собственно, имеется реминологическая несостоятельность, которая сдокументирована реминологическими методами, но она не требует какой-либо терапии. А самая тяжелая это несостоятельность класса степени которая требует револопаротомии, нередко требует разобщения анастомоза и вообще является жизнеугрожающим состоянием. Причины несостоятельности, они же факторы риска и их поиск, это чрезвычайно актуальная проблема. Известно древнее выражение о том, что врач лечит, а природа излечивает. И прежде всего необходимо понять, собственно, те факторы, связанные с несостоятельностью анастомоза, которые можно разделить на несколько групп. Это факторы, связанные с больным, это факторы, которые связаны с болезнью и это факторы, которые связаны с хирургом. Ну и в свою очередь все факторы можно разделить на факторы, которые мы можем скоррегировать и не можем скоррегировать. Конечно, мы не можем изменить пол пациента, а мужской пол является фактором риска. И вряд ли справимся с ожирением, особенно если речь идет о онкологическом больному, просто не успеет похудеть, хотя программы при реабилитации позволяют улучшить физические показатели. Это риск анестезии, это возраст, с которым мы не можем справиться, но мы можем улучшить нутритивный статус, мы можем отказаться от курения, особенно если больному предстоит надевантная химио-лучевая терапия. И отчасти мы можем повлиять на кишечную микробиоту, если будем проводить подготовку механического кишечника не только с применением очищающих средств, но и с назначением пероральных антибиотиков, которые работают по всей этой кишечнике. Что касается болезней, то здесь наши возможности не столь велики. Мы можем перевести экстренно операцию в плановую путем формирования максимальной стомы и рестинтирования. Мы можем снизить или отказаться от стероидов, мы можем подождать какой-то промежуток времени после назначения ингибиторов ангиогенеза. Ну а что касается последней группы, то здесь мы можем практически изменить все, начиная с того, что мы можем заменить хирург, который нам не нравится, насколько какая-то частота у него несостоятельности. Ну и остальное все в наших руках. Техническое совершенство, перфузия тканей, технические моменты, длительность операции, кровопотеря, гемотрансфузия. Существуют разные оценки степени этих факторов риска, но можно сказать, что практически все авторы сходятся в том, что чем ниже располагается анастомоз, тем более высокий риск несостоятельности. Это, в общем, было показано и в наших исследованиях, в которых мужской полный возраст меньше 62-62 лет. Здесь неопечатка именно так, у более молодых, как ни странно, и по не вполне понятной причине, частота несостоятельности бывает выше, чем у пациентов старшивозрастной группы. И, конечно же, в азотах анастомоза ниже 6 виза. Говоря о несостоятельности анастомоза, о таком факторе болезни, я об этом уже говорил, что экстренную операцию нужно постараться перестать в плановую. Если имеется метастаз, рак и онкологическая составляющая выходит на первый план, вполне вероятно, надо отказаться от анастомоза, отказаться от стероидов, отказаться от бивоцизумаба, лучевая терапия. Вот здесь, это очень интересный факт, если спросить, я уверен, любого калоритарного хирурга, является ли облученный таз фактором риска несостоятельности, я уверен, что любой ответит, что да. Если у меня есть облученная кишка, то это серьезный повод для того, чтобы вывести стома. Однако, ни в одном из исследований, которое было проведено, не было показано того, что несостоятельность увеличивается при назначении на адиоанкотерапии. Вот вы видите знаменитый Датчстрайл, исследование КРО-7, исследование немецкой группы. Ни в одном из исследований не было показано даже тенденции к увеличению частоты несостоятельности после химио-лучевой терапии. Однако, все мы живем в таком парадигме, в таком убеждении, что влучение оказывает отрицательную роль для заживления анастома. И, собственно, это было показано, опять-таки, ссылаясь на наши исследования, на исследование, на исследование, перспективное, на 429 пациентов. Когда адювантная химио-лучевая терапия, вы видите, что она близка к единице, то есть она не оказывала значимого влияния на частоту несостоятельности. Ну, а повторюсь, все авторы сходятся на том, что чем ниже анастомоз, тем более велик риск несостоятельности анастомоза. И это справедливо и для нашей группы пациентов. Действительно, здесь не слишком значимый, если анастомоз ниже 6,5 см, то в 3 раза увеличиваются шансы на плохой результат, я имею в виду, на несостоятельность. Фактор риска хирург. Колоритальный анастомоз и с натяжением. Это рисунок из довольно старого, уже больше 30 лет издания, второму изданию Пормана, где показано, что такая попытка стилитизировать, сохранить левую ободочку, сохранить сегмовидные сосуды, она приводит к тому, что кишка натягивается до сосудов, и это в свою очередь не только увеличивает нагрузку на линию анастомоза, но и компрометирует кровоснабжение. В этой связи, для формирования хорошего, надежного анастомоза, любые сомнения в длине должны решаться в пользу мобилизации левых отделов. Я не являюсь адептом мобилизации левых отделов у всех пациентов, и если говорить о нашей практике отделения онкопрактологии, то частота мобилизации левых отделов, такая действительно настоящая мобилизация, она не превышает 30%. Однако, как я уже упомянул, при наличии любых сомнений необходимо осуществлять высокую перевязку, перевязку левой ободочной, перевязку вены в двух местах. Одна для того, чтобы создать онкологические составляющие, это сосудистый крючок, вторая для того, чтобы создать длину. Ориентиром для адекватной длины при низкопередней резекции является верхний край анастомоза. При брюшно-анальной резекции, полуанальном анастомозе, нижний край анастомоза. Не необходимо быть очень осторожным при формировании степерного анастомоза. Вот показан механизм повреждения пути кишки с помощью крючка при неосторожной работе ассистента. Это может произойти при таком агрессивном проведении сшивающего аппарата. Я уверен, что любой хирург сталкивался с такой ситуацией, когда аппарат, что называется, провалился, и тут же возникло повреждение пути кишки. Поэтому нужно следить не только за собой, но и за ассистентами. Предпочтительнее проводить стелет степлеров позади от линейного шва. Это профилактика попадания в линию швов влагалища у женщин и нервное ступенье у мужчин. Выбор диаметра степлера и высоты скрепок, об этом я поговорю чуть-чуть позже. Ну и опять-таки остается диспутабельным, что лучше. Техника двойного скрепочного шва или анастомоза на кисеток. На мой взгляд, двойный скрепочный шок более надежный, особенно в той ситуации, когда имеется несоответствие диаметра, например, наложение анастомоза с среднеапулярным отделом кишки. А анастомоз на кисетах он хоть и лишает вот этого слабого места, где происходит пересечение линейного и циркулярного степлерного шва, а тем не менее, днем при несоответствии диаметра происходит сбаривание большего диаметра и соответственно утолщение стенки. Диаметр циркулярного степлера, ну вот есть исследования корейских авторов, которых показали, что чем больше диаметр степлера, тем выше частота несостоятельности, причем статистически значимый. Что, в общем, выглядит логично. Чем длиннее линия анастомоза, тем больше вероятность, что где-то будет слабое место. Однако, на мой взгляд, формирование анастомоза 25-го диаметра полуректального анастомоза, это все-таки достаточно большой риск того, что анастомоз будет узким и в дальнейшем может возникнуть структура. Общеизвестный факт, что чем больше происходит прошивание линейным степлером, это актуально для лабороскопической хирургии, где, ну, по-прежнему, при низких анастомозах практически невозможно с помощью одной кассеты, прошивающей пересечи, пульки у прямой кишки. Чем больше количество прошиваний, тем выше частота несостоятельности. Плохо контролируемый нами, в общем-то, это остается на совести производителя аппарата, и как там согнулись скрепки. В идеале они должны вот сгибаться вот так, в форме буквы английской B или русской V. Приемлемый вариант, когда они неравномерно согнуты. Приемлемый вариант, когда даже есть искривление, но все-таки имеется загиб обоих отцов этих скрепок. Ну, а вот такие варианты, когда не загнулась одна ножка скрепки, и обе загнулись не в ту сторону, это, конечно, неприемлемый вариант, и это слабое место в линии анастомозах. Как с этим справиться? Ну, вот одним из таких многообещающих в этом отношении технологий является технология усиленного циркулярного шва, в которой применена технология 3D-степлинга. Вы видите, как сгибаются скрепки. И плюс ко всему здесь происходит не ручное сведение головки и наковальни, а сведение с помощью электричества. И, как показали авторы, происходит снижение частотной несостоятельности на 61%. С осторожностью относитесь к этой цифре, потому что 61% — это, конечно, снижение относительного риска. Иными словами, если у вас было 2 несостоятельности на 50, то это, значит, будет 1 несостоятельность на 50. В абсолютном цифре это не так значимо. И вот, как показали, есть несколько работ. Надо сказать, что ни одного рандомизированного исследования выполнено не было. Но цифры впечатляют в подобранных группах. Исследования из Испании. Вы видите, что практически в 10 раз снижение частоты несостоятельности при применении электрического степпера, скажем так, с 11%, почти 12% до 2%. Ну и вот самое большое, наверное, исследование, но опять-таки подобранных группах, небезызвестный ученый и замечательный хирург Патриция Сила опубликовало это исследование, которое было показано. Опять-таки снижение, пускай не в 10, но практически в 3 раза частоты несостоятельности при применении этого аппарата. Поэтому, конечно, за технологиями в будущее хотелось бы, чтобы пришивающие аппараты электрические, они не только делали само следение, но и определяли с помощью каких-то датчиков, определяли степень сжатия, толщину тканей, то есть здесь очень много нюансов, хотя, конечно, все это, любое из этих достижений, оно удорожает значительно эту технологию при, в общем, достаточно скромных результатах. Все равно 100% гарантии мы не получаем. Перфузия области анастомоза – это фактор риска номер 1 несостоятельности. Плохая перфузия, она, несомненно, ведет несостоятельность анастомоза, и она может быть обусловлена очень многими факторами, разным патогенезом, но в конечном итоге все сводится к плохой перфузии. Сахарный диабет – это нарушение микроциркуляции, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца сосудов – это плохая перфузия периферии, хроническое обструктивное заболевание легких и курение – это опять-таки плохая микроциркуляция, которая приводит к плохой перфузии. Натяжение, оно в свою очередь связано не только с напряжением в линии шва, но и ишемии в области шва. Плохой поврежденный краевой сосуд – это самое страшное, что может быть, потому что это может приводить не только к несостоятельности, но и к некрозу незвененной кишки. Снижение перфузии органов – это достаточно спорный момент. Снижает перфузию эпидуральная анестезия, инотропы, гипотензия. То есть это больше относится к анестезиологической поддержке во время операции, и здесь мнения различные относительно того, насколько это может влиять на чистоту несостоятельности. Ну, пульсирующее артериальное кровотечение – это старый способ проверки адекватности кровоснабжения по кровевому сосуду, на котором, собственно, основана вся туоректальная хирургия. Кровотечение должно быть пульсирующим и артериальным. Но на современном уровне, современные технологии позволяют получить картинку в виде интероперационной ангиографии флоресцентной, которая позволяет определить, насколько хорошо перфузируемые сшиваемые концы. И вот вы видите результаты исследования Пилар-2, где, в общем, были получены очень-очень неплохие результаты. Применение этой технологии позволило изменить планы 8% больных. И у 11 больных изменить планы после операции, в общем, было гладкое течение. А частота несостоятельности анастомоза была меньше 2%. То есть очень хороший результат, на котором надо стремиться. Да, исследование было по поводу разных заболеваний. И не все анастомозы были анастомозы высокого риска. Но, тем не менее, цифру впечатляют. Ну, а вот так вот это выглядело в нашей практике на предыдущей стойке Ганн Шторц. Здесь, к сожалению, нет наложенного изображения. Но, тем не менее, применение такой технологии позволило нам провести собственное рандомизированное исследование, которое признано уже второй год наиболее акцентированным в журнале «Колоректальный disease». Вот вы видите, вторая проверка кровоснабжения анастомоза. И, в общем-то, проведение ангиографии позволило в три раза снизить степень А радиологическую, достичь достоверных величин, о чем мы публиковали. И, в общем-то, мы стоим на позициях о том, что, да, наверное, необходимо проводить рутинно этот метод, в особенности пилопроскопической хирургии. Базопрессоры. Значит, здесь у нас различные мнения разных авторов. Но, в целом, сходится на том, что применение вазопрессов увеличить относительно риск в три с половиной раза. Конечно, в плановой хирургии, в плановой колоректальной хирургии, которой занялась я, и у нас онкологическое отделение, у нас нет экстренных вмешательств. Такая ситуация, она вряд ли возможна, поскольку это данные из скороповощных клиник, данные по больным, у которых была хирургия контроля повреждений, damage control surgery, и у них было показано, что при такой тактике формирования анастомозов не совсем правильный выбор. Но, тем не менее, мы можем с этим столкнуться. Например, если речь идет о симвентарной операции с печенью, или у вас возникло серьезное кровотечение, нужно дважды подумать о том, стоит ли формировать анастомозу больного, который к концу операции не держит артериальное давление и нуждается в гонотропной поддержке. Совершенно пока что малоизученная область – это влияние кишечной микробиоты на несостоятельность анастомоза. Здесь действительно еще много над чем нужно работать, и необходимо много исследований, но вот интересные данные относительно анастомоза. Есть анастомоза, которые продуцируют коллагеназу, и наличие этих анастомозов в просвете кишки, оно препятствует заживлению, по сути дела оно тормозит процесс заживления анастомоза на этапе образования коллагена, на этапе работы фитробластов. Более того, вот этот механизм, он является одним из таких, можно сказать, теоретически наиболее обоснованных, теоретически объясняет, почему несостоятельность анастомоза связана с увеличением частоты рецидива. Это, опять-таки, общеизвестный факт, показанный во многих исследованиях, что при наличии несостоятельности анастомоза увеличивается частота рецидива, и это связано как раз-таки с миграцией этих антерокопов с коллагеназой, которые вызывают активацию металлопротекина с нарушением внутриклеечного матрица, что приводит к несостоятельности, а также стимулирует факторы роста и хемокины, которые являются первичным субстратом для имплантации опухолевых клеток, для выхода опухолевых клеток за пределы кишки и образования вне кишечного анастомоза. Что делать для того, чтобы не было несостоятельности? Приведу пример афоризма нашего выдающегося хирурга о том, что путь профилактики стоит путь до лечения. Действительно, профилактика – это самое главное. Ну, прежде всего, нужно помнить о том, что несостоятельность межкишечного анастомоза можно полностью предотвратить. Если не формировать анастомозы, нужно хорошо задуматься, стоит ли формировать анастомоз при декомпенсированном сахарном диабете у тяжелых курильщиков, просто у очень пожилых людей, где риски несостоятельности достаточно велики. Формулировали, так сказать, программу профилактики. Первое, что необходимо, это оценить факторы риска и оценить возможность ликвидировать тех факторов, которые можно устранить. Курение, нутрективный статус, перевод срочной операции в плановую. Решить вопрос о том, нужно ли вообще формировать анастомоз в этой ситуации. Решить вопрос о формировании отличающей стомы для того, чтобы избежать серьезных жизнеогрожающих наслаждений и состоятельностей. Механическая подготовка толстой кишки и пероральной антибиотики. Спорный вопрос, дополнительные швы на степлерде анастомоз, ну и разные всевозможные другие впечатления хирургов. Если говорить об отключающей стоме, то здесь, в общем-то, достаточно однозначно можно высказаться о том, что формирование отключающей стомы снижает клиническую значимую несостоятельность анастомозу как после химио-лучевой терапии, так и просто после операции. Поэтому любые сомнения в надежности анастомоза должны решаться в сторону формирования отключающей максимальной стомы. Что касается механической подготовки кишечника, то я думаю, что у всех на памяти еще начало 2000-х годов, когда были опубликованы большие исследования, в которых было показано, что механическая подготовка кишечника, во всяком случае при операциях на ободочной кишке, не только не снижает чистоту несостоятельности, а даже по некоторым данным увеличивает чистоту несостоятельности. И это привело к тому, что во многих клинических рекомендациях многих стран было написано, что нет необходимости механической подготовки, пожалуй, за исключением прямой кишки, поскольку там происходит отключение, и в настоящее время чаще всего с помощью элеостомы. И в том случае, если кишка плохо подготовлена, в общем, ваша элеостома, максимальная стома отключающая, она не выполняет свою функцию. Однако, за тем, как это часто происходит в науке, маятник окончался в другую сторону, и стало понятно, что да, механическая подготовка кишечника не работает, если ее сочетать с перворольными антибиотиками, и это позволяет в два раза снизить чистоту несостоятельности, в два раза снизить инфекцию хирургического решательства, и снизить даже чистоту послеоперационного пореза, по, в общем, не вполне понятной причине. Еще одним методом профилактики является оценка интероперационно-герметичности анастомоза, воздушная проба, и также укрепление анастомоза. В общем-то, и то, и другое, вопрос достаточно спорный. Ну вот, у нас в том случае, если был позитивный, если бабл-тест, воздушная проба была негативной, то это примерно в два раза, хотя не достигла достоверности, снижало чистоту несостоятельности, однако сам по себе позитивный тест, он никак не влиял. Возможно, это было связано с тем, что в том случае, если мы имели позитивную воздушную пробу, мы укрепляли анастомозу в этой ситуации. Традициональный дренаж – очень интересная тема, стара как мир. Вы видите иллюстрации из очень старых руководств, где за высшую анастомозу проводится трубка, которая осуществляет декомпрессию незавиданной кишки. Разные исследования. Ну вот, метанализ, который был проведен, он в общем показал, что применение такого простого метода позволяет снизить относительный риск несостоятельности более чем в два раза. Однако, опять-таки, к этому относиться надо с определенной осторожностью, потому что здесь очень высокая гиперогенность этих исследований, ай-квадрат 33%, то есть здесь нельзя однозначно высказаться о том, что применение атмосферного дренажа позволяет действительно снизить риск несостоятельности. Если случилась несостоятельность, лечение будет зависеть от степени тяжести этой несостоятельности при несостоятельности колоректального анастомоза и генологической степени А. В общем-то, здесь бессимптомное течение. Чаще это выявляется при планировании закрытия стомы, выполняется контрастно. И чаще всего не требуется никакого лечения. Нужно просто подождать, и спонтанно закроется эта несостоятельность. Клинически выраженная несостоятельность степени В, она не требует адрелопатомии, может быть, пролеченными мини-инвазивным методом. Она не требует разобщения анастомозе. Но самое простое – это трансональное дренирование через дефекты анастомозе или каркутана. Устанавливается дренаж, что, как здесь на слайде показывают, мелатоневский дренаж. И постепенно на фоне диабетической терапии происходит заживление этой полости, которая сформировалась от анастомоза. Если есть вак-система, то этот процесс можно ускорить. Ну и, конечно, если там кишка была не отключена, если это проходило на включенной кишке, то чаще всего необходимо сформировать максимальную стому таким больным. Наиболее тяжелая – это несостоятельность колоритального анастомоза в степени С. Здесь требуется лилопаротомия или лилопароскопия с лилопароскопической санации, дренирование, формирование стома, если нет. Необходимо решить вопрос о разобщении анастомоза. Вот наши американские коллеги, они однозначно решают в пользу разобщения анастомоза. Это связано в том числе и с судебными исками страховых компаний, которые считают, что здесь нельзя рисковать ни одним процентом жизни больного, и поэтому необходимо разобщение. В Европе более сдержанный подход, и у нас тоже, мы все-таки оцениваем ситуацию, если есть возможность стремиться сохранить анастомоз, потому что практика показывает, что если сохранена хотя бы даже полуокружность колоритального анастомоза, в целом у больного есть шансы, что он в дальнейшем заживет. Конечно, здесь требуется массивная диагностерапия, контроль сексиса, лечение полиорганной недостарственности, если развился перитонит. В том случае, если это происходит через 10 дней после операции и позже, то здесь, в общем, неблагоприятные условия для релопаркномии. Скорее всего, здесь нужна максимальная стома, дренирование места несостоятельности и антибиотикотерапия. Что делать с несостоятельностью анастомоза в отдаленном периоде? Мы справились с проблемой в стационаре, выписали больного, а анастомоз так и не зажил. Ну, прежде всего, период ожидания, если вы знаете, что анастомоз был негерметичным, необходимо вылечить до 12 месяцев. Периодически необходимо выполнять пальцевое исследование, больного нельзя бросать, он должен приходить на консультативные приемы, вскрывать и дренировать абсцессы, если таковые есть, и периодически выполнять контрольные котель и фрактографии с удостоверением контраста. Если к году произошло заживление, больному нужно закрыть стому, обязательно проинформировать его о возможном рецидиве свища, потому что от этого никто не заскакал. Ну и вот, как пример вам, хороший сценарий больной с 61-го года, лапароскопически ассистированная передняя резерция прямой кишки, десценно-регральный анастомоз. Несоставительность анастомоза возникла на 13-е сутки. Потребовала антибиотикотерапия и дренирование. Мольной был повторно госпитализирован, стационар был выписан, повторно госпитализирован. Вот так это выглядело через 5 месяцев, мы подождали еще 3, вот так вот это было, через 3 месяца, и, собственно, мы закрыли пациенту или остому, все здесь прошло хорошо и лако. Лапароскопически, как часто не закрывают превентивные стоны? Опять-таки, ссылаясь на наш собственный опыт, анализ 246 пациентов с превентивными стонами, сроки наблюдения полтора года, в 85% остомозы были закрыты в сроке более 7 месяцев, от 7 до 8 месяцев. У 36-ти они были не закрыты. Наиболее частной причиной был персистирующий свеч, то есть на состоятельности не закрылась у больного. Она существует. На втором месте было прогрессирование рака, здесь было просто недозакрытие стоны. На первый план выходило дальнейшее лечение больного. Но, как ни странно, личные предпочтения у себе больных были. Они посчитали, что не нуждаются в закрытии и удовлетворяет жизнь состон. Ну и у четырех это было уже разобщение анастомоза по причине плохой функции и, в общем, без перспективности для дальнейшего закрытия. Факторами риска естественно, была несостоятельность анастомоза, ну и фактор риска была онкологическая четвертая стадия рака. Опять-таки, к вопросу о том, стоит ли формировать анастомозу у больных с множественными метастазами с нерезектабельной четвертой стадии рака. Вполне вероятно, здесь, в общем, это не очень предвидуло. Седалий плохой, практически такой же пациент, тоже с химиоучевой терапией, низкая передняя резекция. Вот, в гладкой течении просто операционного периода больной был выписан. Однако, при контрольном обследовании перед закрытием было выявлено выпад контрастного вещества западила стенки. Мы подождали три месяца, мы подождали пять месяцев, мы подождали еще шесть месяцев. Затем больной исчезли под наблюдение прошло почти два года. И все это время у него существовал затек, сформировался персистивающий кресофральный синус. И, в общем-то, этого пациента так с помощью западки не удалось. Что делать, если этот свитч синус не закрылся? Какие существуют хирургические опции? Это трансфональное вмешательство в том случае, если анастомоз низко расположен и свитч можно достигнуть. Фибриновый клей самое простое. Затем низведение лоскута, затем марситализация, то есть рассечение свища просвет кишки. Полостные вмешательства это резекция подреку гартона либо ряду изведения или анастомоз наиболее сложный для исполнения последний вариант, но иногда вынужденный, это единственное, что мы можем предложить пациенту, ряду изведения, чаще ряду изведения с избытком у больных после лучевой терапии. Ну и вот такой алгоритм я сформулировал на том, что делать, если имеется в состоянии сообразования свища затека. Необходима консервативная терапия, дренирование, поцелуи, следование, наблюдение до 12 месяцев. Если произошло заживление, нужно информировать о возможном рецидиве свища после запрессии. Если свища сохраняется, то нужно последовать, прежде всего исключить рецидив заболевания. Нужно всегда помнить о том, что длительно существующий свищ вполне вероятно не просто свищ, а рецидив. Причем неизвестно, что здесь вторично, а что здесь первично. Наличие рецидива или свищ, который послужил благодатной почвой для имплантаций опухоли клеток и формирования рецидива. Переэтаж эфибриновый клей. Если все прошло нормально, то заживление можно закрывать стоны. Морсимализация, рассечение или есть в таком английском языке слова, дейруфинг, то есть убрать крышу над этим свищом, мы это называем рассечь, иссечь свищ, просвет кишки, опять-таки выполнить кюритаж, добиться эпитализации этой полости, и если все прошло нормально, то можно ставить закрытую стома. Если сохраняется свищ, сильный затек, то тогда у нас есть последний довод, либо разобщение коцеловой стомы, поэтому нужно честно сказать, что мы анастомоз сохранить не удастся, особенно если плохая функция, анастомоз низкий, либо второй вариант это низведение колоректальный полональный анастомоз, возможно низведение с избытком. Опять-таки если все прошло успешно, то нужно закрывать стому, а если нет, то тогда мы опять возвращаемся к вопросу о том, чтобы значить и уже окончательно сформировать на свою стому. Последствия несостоятельности анастомоза достаточно серьезные, они увеличивают время пребывания, летальность, вероятность постоянной стомы, увеличивают риск рецидива в анастомозе, как вы видите, практически в два раза увеличивается частота риска у тех больниц, у которых есть несостоятельность. Несостоятельность анастомоза ухудшает функциональные результаты. Вот вы видите исследования группы из 52 пациентов с несостоятельностью. Достаточно большой временной промежуток, но видно, что выше частота дневной ночной дефекации, недержание оконного стула, хуже качество жизни. Ну и еще одно исследование, которое тоже подтверждает, что здесь хуже физическая активность по данному опросу 36. По эффекту хуже самооценка и хуже в экстр скор чаще ношение проклады таких пациентов. То есть это тоже оказывает отрицательный момент. Наконец, если говорить о таком важном моменте, как деньги, то австралийское исследование, здесь вы видите 8400 стоила передняя резекция низкая без стомы, а у тех пациентов, у кого было двухэтапная, цена увеличилась до почти 14000. Мне казалось бы, здесь ответ такой, а что если там частота не очень высокая, то может быть не накладывать симптомы, однако, если случается несостоятельность, а здесь совсем небольшая группа, 48, 3, 19, это в общем ни о чем. Здесь еще количество не пришло в качество, когда количество придет в качество, то мы получим несостоятельность где-то в области 10%, а 10% это каждый десяток. Это такая своего рода децимация, и как правило по законам МЕФИ происходят они несостоятельности подряд, то есть у вас забито реанимационное отделение, на вас уже все смотрят, что вы за хирург, почему у вас такая частота осложнений, потому что они собрались вместе все подряд, но вот цена она сразу возрастает в 4 раза, и если таких больных много, то нужно подумать опять-таки дважды, стоит ли пускаться в риски одноэтапного лечения, лучше ли всех проводить через двухэтапного лечения. На этом я бы хотел закончить тем, что бы я хотел, чтобы вы вынесли из этой лекции, это то, что низкий колоректальный аностомоз, это аностомоз высокого риска несостоятельности, наиболее высокого риска. На сегодняшний день нет эффективных методов снижения, хотя мы должны стремиться к нулевой частоте несостоятельности. И формирование отвечающей СТОМа на сегодняшний день это единственный доказанный эффективный метод профилактики, во всяком случае клинически выраженной несостоятельности аностомоза. Может быть общая частота здесь и не оказывает влияние, но клинически выраженной несостоятельности будет меньше, если формировать отвечающую СТОМ. таким образом успешный аностомоз складывается из оптимальной техники формирования, оптимальных условий для заживления, окружающей среды микробиоты, и когда все эти составляющие совпадают, вы получаете хороший аностомоз, а хороший аностомоз это тот аностомоз, который состоятелен, и тот, который функционирует, то есть его удалось включить. функцию больного хорошая, он удовлетворенный, качество жизни хорошее. Спасибо за внимание. Вас не слышно. Спасибо. Игин. Пальшую, да, я забыл. Очень много информации, все структурировано, ну, в принципе, как обычно. Всегда, конечно, есть вопросы, и пока вот я смотрю в чат, вот здесь пока еще ничего не написал, но если вы нас, коллеги, смотрите, то задавайте вопросы, потому что сами понимаете, что вопрос и ответ могут быть хорошим ключом к качественному лечению пациента. Если как бы продолжать нашу дискуссию, то, Армен Вастанович, вы как, есть ли у вас? Да, у меня много чего есть, я выписал некоторые моменты, которые я хотел бы обсудить, но это вот чисто моменты, которые реально меня волнуют, вот в моей личной практике. Первое, это чистота вот как раз таки мобилизации левых отделов, то есть мобилизации левого изгиба. И вот, наверное, вот в моей практике я из 10 пациентов в 8 случаев сделаю мобилизацию. И меня было удивлением, когда Евгений Начин сказал, что в 30 процентах только они выполняют мобилизацию, такая интересная разница. И вроде бы и у нас все в целом неплохо, то есть я не вижу отрицательного воздействия мобилизации левого изгиба, если ты умеешь правильно это делать. И у вас также все достаточно состоятельно, и нет увеличения частоты несостоятельности. Вот как, вот такой, мне кажется, очень философский фактор, вот этот вот с мобилизацией. Мне как-то всегда спокойней. Если я мобилизовал, у меня все дотягивается, я потратил на это небольшое по продолжительности количество времени, и все сделал точно так же. Как все-таки еще раз, хотелось бы ваше мнение, я не знаю, что знать по поводу мобилизации. Это действительно очень интересный аспект. Ну, есть такое объяснение, вы знаете точно, где вы его наверняка слышали, о том, что наши пациенты не совсем европейцы. У наших пациентов очень часто длинная сегмовидная кишка по сравнению с европейской и американской популяцией, где у людей больше эндоминального ожирения и короткая сегмовидная кишка. Не знаю, это, наверное, вопрос к генетикам и канатам, хотя как это сравнить. Что касается мобилизации, вот при подготовке одного из докладов, я как-то так пустился в такое историческое путешествие работ известного хирурга Джона Горигера и выяснил для себя, что оказывается это именно им было показано, вот мы все обсуждаем, high tie, low tie, и он показал в своей работе это 70-е годы, он был один из первых хирургов, который вообще проводил дародомизированные стрелы. В его постоянном штате был статистик, который рассчитывал в этом, выдающийся был человек в этом плане, и он показал, что пересечение нижней брожилищной артерии у основания не нарушает кровоснабжение почти никогда сегмовидной кишки. Но надо быть осторожным, потому что такое бывает, но в целом оно не нарушает кровоснабжение сегмовидной кишки. И если быть совсем честно, то в апроскопической технологии в нашем отделении я, например, считаю, что у нас такая полумобилизация, то есть идет мобилизация по латеральному каналу практически до действительно левого изгиба с освобождения всей сегмовидной кишки высокой перевязкой. Насколько я знаю, в нашем отделе никто не перевязывает нижней левой ободочности и перевязывает вместо отхождения кодового клинца. Но нет вот такого действительно настоящей мобилизации левого изгиба с входом в сальниковую сумку, с отделением сальника, то есть так, как это делает, например, юпанист, который делает рутинно, всегда делает это каждый день. Может быть, это связано еще и с большим количеством директикулярных изменений в кишке, хотя, на мой взгляд, это не так уж опасно изводить такую кишку, и поэтому в общем-то мы вот так делаем, и я не вижу у нас несколько серий больных, в которых мы проводили анализ всей несостоятельности, включая риминологическую, и, в общем-то, она не превышает 10%, она все равно остается только на 10%. Поэтому такой уж необходимости нет, и надо сказать, что такие работы сейчас есть, даже и Анжат Парваис одна из работ была, они сравнивали. А вот что касается функциональных результатов, то здесь мы видим и опять-таки основываясь на нашем материале, когда мы валидировали ЛАРС-СКОР, мы увидели, что мобилизация левых отделов значимо увеличивает частоту тяжелых вариантов синдрома низкой передней резекции, что, в общем, и объяснимо. если анастомоз десцент ректальный, нисходящая кишка обладает более высокой моторикой по сравнению с сегмовидной кишкой, и здесь можно ожидать такого момента. Но в целом при передней резекции точно, наверное, это не нужно делать, а при низкой передней резекции надо смотреть. Конечно, если есть какие-то сомнения, надо угрозовать ли выезд. Ну, это понятно, да, я тоже согласен, но лично моя точка зрения, что здесь еще нельзя не принимать его внимания какой-то стратегии, принятой в отделении, да, потому что мы знаем даже среди наших коллег здесь в России, да что говорить, в Москве есть хирурги, которые тоже говорят, что я всегда мобилизую левый изгиб. Однозначно. И, ну, я считаю, что это не является таким вот актуальным вопросом. Да, если ее не хватает, то, пожалуйста, мобилизуйте. Да, и помните, Геннадьевич, мы как-то обсуждали, что были публикации, где американцы и британцы обсуждали и дискутировали именно насчет того, стоит ли рутинно это делать или нет, увеличивает ли это частоту осложнений интероперационных и так далее. Я думаю, что всегда это будет дискутабельно. вопрос. Согласен. Здесь многое. Даже тот такой момент, как, а куда вы выводите кишку для того, чтобы плести сшивающую голову? Если вы делаете разрез рядом с оптикой, параумеликальной, то примерить кишку довольно сложно. Вы должны наметить ее в животе интеркомпорального. Если вы делаете панинштиль и выводите кишку, то вы с гораздо большей степени можете посмотреть и оценить. Да, мне ее точно хватит, если я ее опущу сейчас в таз, потому что вы видите, ну, легче примериться. Иногда сложно примерить все-таки интеркомпорально. Вот. Там так сваливается ли туда она или она сюда, вот как это сделать. А здесь вы, в общем-то, делаете практически в открытой хирургии примерили. Если ее хватает, то зачем организовать левость? Давайте дальше, Арман Борг. Да, я сокращу количество вопросов. У нас пока нет никого в чате, так что задавайте. Мне очень интересует такой момент, и я знаю, что мы с Иславом Викторовичем очень много его обсуждали, это дополнительные швы на анастомозе. Я могу рассказать историю жизни, потому что у меня была пациентка с передней резерцией по поводу рака, где за каким-то лешим я все-таки решил что-то там укрепить, что-то там подшить, и у меня на пятые сутки развилась очень тяжелая несостоятельность, там гарпун, потом, конечно, все было хорошо, я поставил пациентку, вернул ее в нормальную жизнь, но после этого я вообще перестал это делать. Для меня показания для формирования дополнительных швов только положительный бабл тест, только. если все нормально, то есть у меня ничего не пузырит, я перестал формировать вот эти дополнительные швы. Я к чему? Просто Станислав Викторович, с моей точки зрения, он очень любит эти швы, я знаю, что он практически себя накладывает, неважно, положительный или отрицательный тест, вот так ли это, и какое-то, может быть, его мнение на этот счет, ну и ваши деньги начали. Ближе, моё мнение ближе к вашему. Я накладываю, когда я вижу позитивный бабл тест, или когда очень сильно настаивают ассистенты. Бывают ассистенты, которые им надо обязательно все обшить, а иначе они просто не следуют живого хирурга. Это шутки шутками, на самом деле, я согласен, что это больше где-то психологические. Может быть, может быть, место пересечения, там, где пересекается линейный и циркулярный шов, я, например, подберу такой как Т-образный, если большие, то, что называют уши, док-с-ир, я не стремлюсь их погрузить. На мой взгляд, это мало работает. Ну, а потом при низких астамозах это зачастую просто не очень реально. Вот, это просто невозможно. Хотя, у меня есть небольшой опыт, когда, ну, просто вот техничек, китайский, не буду говорить. Ну, в общем, не сработал, не сработал степп. И очень низко. Вот, и здорово не сработал. Так что, это не это, не бабло, это баблищий тест. там, рассказывали. Просто. Это все сказали. Вот, очень-очень-очень помогает платформа ТЭМ. Вы ставите платформу ТЭМ, наливаете воду в таз. Вот, ассистент видит, как она булькает, потому что через ТЭМ все время подается. и начинаете с помощью ВИЛОХ 3.0 ликвидировать дефект. Когда вы заканчиваете дефект, пузырить перестает. И надо сказать, что вот те три случая, которые были, по-другому было просто невозможно сделать. Все три очень хорошо прошли, и, в общем, все зажило и закрыли стоп. Вот, такой вариант тоже есть, потому что, особенно, ну, мужского, через мужской анальный канал, длинный, где-то там поймали пешевые, это невозможно. И через ТАС невозможно это сделать, потому что просто ничего не будет. Я тогда согласен с Ильей Игнатьевичем, потому что это тогда, он сейчас статирует работу, которая была видна у вас в отделе, да, где именно трансональное такое вот укрепление, оно как раз сработало как фактор вот риска, вот, и уменьшение штативной состоятельности. А если говорить, действительно, вот, о ушивании вот этих ушей вместо соединения циркулярного и линейного шва от степлеров, ну, да, действительно, в одной тоже из наших работ, вот, Евгений Геннадьевич, там не было как раз доказано статистически значимой разницы вот влияния вот этого вот укрепления. Что касается меня, я стараюсь, конечно, это укреплять, если это технически возможно, но тоже уже я делаю это не с точки зрения погружения вот этих собачьих ушей, а именно как такой вот ТП-образный шов я накладываю, чтобы просто укрепить место циркулярного и линейного соединения. Больше ничего. И то в последнее время, что ты как-то ленинся. опять-таки, если говорить о нашем опыте, она в диссертации у нас была защищена, вот, она показала, что при высоких анастомозах она вообще не работает в технологии, никак. То есть, одна несостоятельность случилась в группе, там, где ушивали, где укрепляли, ну, там никакой статистической разницы нет. Но на самом деле, там анастомоза не такого высокого риска, если это высокий анастомоз. А что касается низкой, то тут есть элемент, что меня смущает. Ведь если брать ту работу, которую к нам приезжал наш итальянский коллега и проводил у нас, ведь там трансональное укрепление было альтернативой формирования максимальной стомы. Без стома, да. Вот. А действительно, без стома, наверное, эта технология позволяет снизить. Но надо быть очень смелым человеком. Я, например, психологически для себя я просто не могу. Я решил этот вопрос для себя. Что если достижим анастомоз пальцем, ну, не стоит рисковать. Это, ну, просто, на мой взгляд, неоправданный риск. Лучше наложить стому все понятно. Но вы посмотрите, я думаю, что этой лекцией я вас убедил, что на самом деле катастрофа во всем катастрофе. Пункция пострадает. Увеличение частот и рецидивов. Ну, жизнеурожающая ситуация для больного. То есть, здесь риск неоправдан. Хотя, мне наверняка возрождят очень многие. Я руби скажет, что я как делал, у меня никогда ничего не случилось. Никогда не было не состоятельности. Никогда не было не состоятельности. Как мне рассказывал один наш очень хороший коллега о том, что мы участвовали в этом, в аудите по поводу несостоятельности или францерзе анастомозу при правосторонней гемикулатомии. И они у себя обсуждали о том, что как так, 5 процентов. Получилось 5 процентов большая цифра. Когда подряд две ну, у меня никогда такого не было. Не было будет. Ну, да, все верно. Давайте я приду в третий пункт я опущу, а то это совсем будет философские рассуждения. Более практический такой момент, вопрос практический. Трансиональный дренаж. Действительно, сейчас, по-моему, появляется все больше и больше работ посвященных этому вопросу и в основном они позитивные. И вот опять-таки в своей практике я, наверное, последние полтора-два года практически рутинно использую трансиональный дренаж. С подшиванием, без подшивания. Всегда это очень как-то все ну, никаких критериев нету. То есть, там мы промываем, ждем, когда стул пошел, ага, удаляем. Но так или иначе пока впечатления очень позитивные. То есть, я не могу сказать, что это как-то ну, где-то я видел какую-то катастрофу. Вот ваше мнение тоже по этому поводу. Использователь вы рутинно или все-таки не так часто и почему, и как, и где? Я нет, но мои сотрудники многие, да. Многие, да. Действительно, метаналию, я буквально вот сейчас получил на лицензию статью, метанализ опять-таки из Китая, в основном, кстати, восточные школы увлекаются. вот и действительно в большинстве исследований показано, что да, но здесь опять-таки необходимо хорошо спланировано рандомизированные исследования для того, чтобы доказать преимущество для страны. Плюс ко всему здесь есть сложности в том, что нужно написать, какой диаметр, как мы проводим. Опять-таки промеровать или не промеровать получающую сторону. Можно ли попробовать его использовать как альтернативу. Хотя не помнится, даже Билл Хилл находился своим дренажером имени себя. Мягкий силиконовый дренаж похожий на катушку для ниток. Одна сторона торчит из заднего прохода, другая там выше анастомоза именно для низких передипрезекций. Возможно, что да. В общем-то идея-то старая, но хорошая. Изолировать синие анастомоза от кишечного содержимого, хотя так ли важно внутрипросветная, может быть, здесь больше играет роль пристеночная опора, и именно она опять-таки те же самые это работает. Еще один интересный аспект для изучения для использования того. Вполне вероятно, что этих больных можно по-другому готовить. Другие лечки. Ну да, возможно. Дениславович, какой? В трансляциональном дренажере. Вы меня спрашиваете? Да, мы вас спрашиваем. Я просто уже смотрю, вы уже заговорились между собой, про меня забыли. Я, честно говоря, согласен с Романом Воскановичем, в последнее время прям очень люблю. И любят мои ассистенты. Как не идешь на операцию, не завершаешь, так обязательно все заканчивается. Ну, не скандалом. Все начинают просить, что давайте его поставим. У нас сейчас, по-моему, вот эти вот тубы вот такого толстого, широкого размера, вот большого, сейчас закончились. Вам надо закупать его кремлок. А нарез? Ну, конечно. А кончик гладкий, с одной стороны. Ну, когда несколько лет назад я был у нашего друга профессора Ива Паниса в Париже, он, кстати, уже тогда рутинно использовал трансфональный дремаж, и он, между прочим, использовал катетер фолея. Титонки или? Большого диаметра, да. Нет, большого диаметра. Если большого, да. Ну, коллеги, я хотел тогда так аккрутировать этот момент по поводу трансфонального туба. Я надеюсь, что мы обсуждаем вот этот метод профилактики не с целью, что он может являться альтернативой отключающей стомы. Нет, нет, конечно. В низких передних резекциях все равно с формированием элеустомы, наряду с формированием элеустомы, и я также тренирую кишку, и вроде казалось бы, что она хорошо подготовлена, но в то же время бывали случаи, когда случалась несостоятельность клинически значимая именно у пациентов даже под прикрытием стомы, когда в отключенной кишке оставалось кишечное содержимое, когда вот складывались все вот эти вот как раз правила, да, и приходилось пациенту врать и разоценить элеустомы. То есть, как бы мы резюмируем? В целом, частота-то она остается похожей, формирует его стомы или нет. Вопрос клинической выраженности, да, будет меньше класса С и так далее, но она будет все равно, а стомы не являются стопоцентно управляющей. То есть, кишечный держим может попасть. Хорошо. Арман Восканович, вы как там с вопросом? Все, у меня закончились вот все. Вот так, вот, Единь, Геннадьевич, продолжение вот несостоятельности превентивной стомы. И мы не будем, думаю, что сейчас все это затягивать. Это все интересно. Мы можем кучу вопросов оставить там на следующие наши встречи. Вот такой вопрос. Вот эти вот 12%, про которые вы говорите, несостоятельность при низких анастомозах, это много или мало? Ну, с точки зрения, что, например, есть хирурги, которые говорят, да, 12% это, ну, там, каждый десятый. И стоит ли ради каждого десятого больного накладывать примитивный стом? Вот ваш комментарий. Мне всегда хочется спросить у этих хирургов, какова судьба этих каждого десятого, что с ними дальше произошло? Вот, скорее всего, ответ будет такой, что мы сформировали стомы. Вот, а вот удалось ли ее закрыть, удалось сохранить этот анастомоз? И в наших условиях это не всегда происходит, мы знаем, знаем прекрасно, что бывает такой тяжелый сепсис, что приходится возвращать анастомоз, наверное, что стома уже сформирована. Она была отключающая, она приходится возвращать. Поэтому, ну, нет, на мой взгляд, каждый десятый это все-таки неприемлемо высокое цифр. Я как бы хотел просто так видеть. Цифра должна быть где-то порядка 1-2 процента, как это происходит при тонкой кишечной анастомозе. То есть, это предел стат погрешности приемлемый для медицины. А тем более для такой области медицины, как хирургия, которая очень много факторов, очень много неизвестных в этом уравнении, удастся или не удастся. Больной, хирург, очень много человеческого фактора. Но 10 процентов лично для меня я считаю, что это неприемлемая цифра для того, чтобы этих больных оставлять один на один, так сказать, в состоянии, без стомы, с угрозой для жизни, с угрозой для потери анастомоза, окончательной, при нескопивении медицины. Если вы разобщаете, вы понимаете, что это только теоретически возможно, чтобы что-то там сделать. Чаще всего они остаются со стомой на себя. Понятно. То есть, голова не должна у нас кружиться, да, и у наших коллег, о том, что мы сейчас имеем очень много технологий и аппаратных, и тех, которые нам позволяют ткани там рассекать бескровно, и визуализировать перфузию, и все остальное, что это как бы позволяет избегать все равно это случается и, к сожалению, случается именно губительно или очень плохо заканчивается именно для пациента, да, скажем тогда так, резюмируем. Я думаю, да. Хорошо. И последний момент. Вот эта схема, которую вы показали в конце, как попытаться лечить вот несостоятельности, она работает? вот это именно та схема, которой стоит придерживаться. В теории, наверное, да, вот, но мы сейчас просто накапливаем этот опыт. Мы накапливаем опыт. Вы видите, что цифры на самом деле не очень высокие. Вопрос о примитивном стомке. В подавляющем большинстве случаев под прикрытием стомы несостоятельности они заживают. Они заживают. Даже клинические выражения они заживают. Мы закрываем стомку. Вот. Остается очень небольшой процент. Это несколько процентов. То есть этих больных не так много. Потом не забывайте, что мы оперируем по поводу онкологии. И так иначе грубая цифра половины больных все-таки потом погибнет от прогрессирования. Остается еще меньше больных. То есть отобрать вот этих пациентов, по сути дела, единичных, у которых персистирующий синус и так далее. Вот. И так просто для исследования. Поэтому это может быть только такая проспективная или ретроспективная анализ длительного времени в виде аудита работы отделения. Мы сейчас собираем таких пациентов постепенно, постепенно. Вот. Скажу точно, что не работает и что не включено. Я буквально не договора концентрировал больного, у которого типичная коптина синуса сзади. Вот. По задней полуокружности несостояние подпринятия остомок. Решение было принято парадоксально. Зашить дефект. Трансанально зашить дефект. Вот. Естественно, швейки ни к чему это не привело, они развалились и свечи по-прежнему существуют. И здесь парстополизация, действительно, рассечение его, эпидемиализация такой один из вариантов обойтись, так сказать, малой крови. А вот что касается ренезведения, мы сейчас собираем ренезведения, которые мы делаем. Особенно у пациентов. Чаще там, где имеется анастомоза вагинальной степени. Вагинальной степени. Вот. То есть выделится там единственный вариант это переложить анастомоз по новой ренезвести и вот защитить по другому варианту. А если он такой большой и напонял, чего, то только с избытком. Ренезведение, да, в этой всей схеме ренезведение это самое сложное и длительное. Ну, хорошо, спасибо большое. Вы удовлетворены. Арман Восканович тоже смотрю по тьванию. Евгений Геннадьевич, спасибо. Еще раз подтверждается то, что никто, кроме вас. Не кроме вас. Давайте посмотрим, как вы это делаете. Да, значит, я хотел дальше продолжить нашу историю. Значит, у нас два видео, одно от меня, другое от Армена Воскановича. Мы не будем, конечно, здесь прогонять весь объем операций. Сразу скажу за свое видео, что я бы хотел представить, как мы выполняем переднюю резекцию лапароскопической прямой кишки и используем при этом электрические степлеры и линейный эшелон пауэр, и также циркулярный электрический степлер. Нам это нравится, мы делаем это часто и неоднократно. Действительно, есть такие ощущения, что это удобнее и легче и сводится и прорезается. Пока мы также накапливаем материал относительно того, насколько это безопаснее, чем механические, в плане развития осложнений нестоятельности. Поэтому небольшое видео посмотрим, обсудим. Я предлагаю в процессе сразу и его обсуждать, потому что я нарезал несколько фрагментов именно всей операции, то есть стартуем из рассечения слоя и сосуда и все остальное. Я не думаю, что для части хирургов, которые нас смотрят, это является чем-то новым. В целом все происходит стандартно. Вы видите, мы сделали ревизию, откинули тонкую кишку, чтобы визуализировать брюшное отдело аорты и ту область, где мы будем выделять сигму и сосуды. Что касается меня, то лапароскопически, как и все, я считаю, делаем медиалатеральную мобилизацию и всегда начинают с крючка. Очень редко я использую ультра-сижен, потому что мне кажется, именно монополярный крючок начинает и показывает хороший слой. Да, всю операцию я продолжаю делать и доделываю только ультра-сиженом, потому что это идеальный инструмент для такого рода вмешательств. А как вы, коллеги, вот я сначала хочу, извините, не знаю, что Армен Восканович спросить, как вы относитесь вот к монополярной коагуляции в лапароскопической хирургии? Станиславович, ну я совсем молодой, вот, поэтому я вырос, я вырос на ультра-сижене уже и обучился, начал обучаться лапароскопической технике, уже имея в арсенале клиники гармоник, поэтому я пробовал работать с крючком, не очень у меня это получается, понятное дело, что здесь, наверное, вопрос привычки, конечно же, то есть можно ко всему привыкнуть, но для меня, конечно, ультра-сижен это пока инструмент выбора. Понятно, ну я, как говорится, напоминаю, что нашим хорошим партнером сегодня и всегда является компания Тикон, поэтому вы можете сегодня называть вещь своими именами и не стесняться. И вот, как вы видите, да, дальше работы со слоем, я тоже не все делаю, вот, спасибо за комплимент, вот, относительно возраста или опыта, вот, но я тоже не все делаю монополярным крючком, и на каком-то этапе я все дело оставляю и беру вот ультра-сижен, и действительно это идеальный инструмент как по эргономике, так и по рассечению тканей, и уже потом, работая вот в пространстве, видите, даже когда я погорячился, брюджейка немножко повредилась, вот, и подходя для скелетизации и выделения к нижней брюджейной артерии, конечно, здесь ультра-сижен, он играет первую роль, да, и вот эти вот движения я делаю только вот гармоникой. И следующий как бы момент, да, как говорил Евгений Геннадьевич, мы в целом привыкли, наверное, и всегда мы делаем высокую перевязку нижней брюджейной артерии, да, и здесь вот это демонстрируется, гипогастральный нерв потихоньку уходит в сторону, вот уже визуализирована артерия, в принципе, он уже отработан слой под веной. Вот скажите, Евгений Геннадьевич, пока тут все это идет, вы начинаете сосудистый этап с мобилизации вены или артерии, или по-разному, если по-разному, то как часть? Ну, чаще все-таки с артерией, чаще все-таки с артерией, если речь идет о прямой кишке, если речь идет о левых отделах, то нередко с вены это удобно, можно сразу выйти, слой там, на мой взгляд, еще даже лучше выражен. Вот. Для себя я называю этап смены такой французской школы, потому что я больше всего ее веду во Франции, а этап с артерией и больше, так скажем, с техники Амджада Парваиза и британских хирургов на хирургах в его концентральной ворота. Нет, большинство... Это не принципиально, на мой взгляд, потому что и там, и там идея такая, что нужно войти в безопасный и хорошо определяемый слой. Здесь, если при таком подходит, то это межсоциальный слой между мезореком при сакральной фасе, а здесь между фасой ретрофолика и фасой герон. Вот клипсы. Ну и что касается... Старич, а можно спросить такой вопрос? Я извиняюсь. А вот, ну и ваше, и мнение Евгения Геннадьевича, а вот все-таки травма нервных сплетений вот в этой области, да, при такой перевязке все-таки как-то оценивается? Есть что-то в этом плане? Потому что я понимаю... Я вам скажу, что я в конце прошлого года тоже готовил большую презентацию. Вступали в спор с известными вам людьми, с Артемом Гончаровым, с Ильей Черниковским. Мы обсуждали очень долго вопросы как раз пересечения нижебрежечной артерии. И есть много публикаций и метаанализов в том числе, которые показали, что в целом разницы нет. и как в функциональных расстройствах, так и например, что травма гипогастрального сплетения несет за собой там, да, и какие-то половые изменения у пациентов. То есть это в принципе не доказано. Что же касается вот лично меня, и если даже я сохраняю левую ободочную артерию, а это бывает, когда мы лоосы, понятно, то все равно для того, чтобы ее найти, вам все равно нужно скелетизировать нижнюю брыжечку и по ней дойти и найти левую ободочину. То есть вам все равно в какой-то степени нужно очистить артерию от нервных сполов. Просто вам не кажется, что вот это вот нарушение, опять-таки, половой функции отчасти не совсем правильно, скажем так, мы на это внимание обращаем, потому что ведь зачастую пациенты с онкологией это возрастные пациенты, и у них как бы эта функция у многих уже не работает должным образом и так. левую ободочину, перевязку, на мой взгляд, чаще. Во всяком случае, то, что я видел. Но вот профессор Гайе, который старше его, это такой мэтр настоящей лапароскопической хирургии, он стоял у истоков первых хирургии и так далее, они делают исключительно действительно внесталье левой ободочной и более того, они совершенно не мобилизуют. То есть они несколько ниже входят под артерию и с помощью металлических клипс это делают. Начинают смены, а потом входят под артерию. И я задал вопрос, почему так? И ответ был очень простой. Мы провели свой собственный аудит и показали, что частота поражения этих лепатических узлов меньше около одного процента, а частота половых расстройств она достаточно высокая, хотя, на мой взгляд, там чаще возникают такие дезеекуляторные расстройства, нежели эректильные функции, что может быть действительно для пожилых пациентов не столь важно, больше связано с молодыми больными, если у них возникает ретроградная эякуляция после вмешательства и они планируют заводить детей. Да, это целая катастрофа для них, совершенно верно. И для них необходимо, конечно, их предупреждать об этом, они должны сдать, заморозить с первым. Вот, и на основании этого, в общем, они для себя это решили и не делают такого, считая, что нет смысла калечить половую функцию ради этого одного процента. На мой взгляд, пересечение у места отхождения, оно просто удобно, вот, нет необходимости в этой скелетизации сосудов. Плюс ко всему, на мой взгляд, скелетизация сохранения левой, оно как раз таки не очень дает мобильность кишки вниз. Сейчас она является препятствием, она натягивает кишку. Вот, поэтому, в целом, если аккуратно делать, то травмы можно минимизировать, просто не нужно делать действительно такое оголение аорты, вот, и повреждение совсем уже нервных пучков. Понятно. Я, я извиняюсь, да, если я бывал, а маленький этот, значит, почему я задал этот вопрос, потому что это подготовка к моим видео, к моим фрагментам показательной вот этой вот хирургии, я как раз таки, когда буду рассказывать, затрону этот момент. Понятно. Ну, смотри, здесь как раз, вернемся к операции, как раз здесь мы пересекли, вена, артерия, все, прошлись по слою, положили салфеточку, то есть все как по стилю Анджада Прабаиса, да, прошлись по левому натуральному каналу, как раз здесь вот, когда передняя резекция, мы тоже редко мобилизуем левый изгиб, и здесь кишки совершенно достаточно, понятно, что ее хватит для формирования просто полурокитального анастомоза, и поэтому здесь была мобилизована только нисходящая кишка до левого изгиба, и этого, соответственно, оказалось достаточно, то есть то, что мы обсуждали после лекции Диагинаевского. Здесь вот кишка у нас мобилизована, я прошелся по брыжейке, вот пересек брыжейщные сосуды, сейчас мы стартуем с мезректомоктомии, я только покажу небольшой фрагмент, и хотел бы я еще остановиться на том, что, ну, вот пересечена брыжейка фигмовидные кишки, подготовленная площадка для пересечения, потом еще сделаем перфузию, и я бы хотел сказать, что мы вот этим фрагментом, что мы всегда, вот лично я, всегда подшиваю и фиксирую матку, ну, что касается женщин, и что касается мужчин, то тоже при помощи элигатуры поднимая переднюю стенку тазовую брюшину, вы, Игорь Игнатьевич, часто матку подшиваете, даже при передней резекции? Нет, в последнее время я стал просто ставить еще один порт, то есть три пятерки, один большой порт рабочий, один оптический, на мой взгляд, это очень удобно, дополнительная пятерка, вот, вы даете ассистенту два граспера, и он поднимает матку, и в общем, нет необходимости их подшивания на мой взгляд, но если она большая, если она действительно создаёт препятствие, она миоматозная, то тогда да, лучше подшивать. А у мужчин, опять-таки, если у ассистента два граспера, то, в общем, легко создать экспозицию. Что вы думаете по этому поводу, на мой взгляд? Я матку подшиваю часто, а вот у мужчин подхватывание брюшины тазовой, я практически не использую, но вот тут еще такой момент, я всегда на всех операциях использую четыре рабочих тракара. На всех. Правый рак, левый рак, колпроктектомия, неважно, резервуар, у меня всегда стоит сразу четыре тракара, чтобы потом не заморачиваться, если вдруг мне что-то резко понадобилось, еще один дополнительный порт, вот, я сразу их ставлю, и вы правы, иногда даже и нет необходимости подшивать матку, потому что два порта ассистент прекрасно поднимает, все видно. только иногда, если как бы совсем уже тяжко и неудобно, можно подшить матку. Понятно. Ну, в общем, пациент должен хорошо поднимать, ой, ассистент должен все хорошо поднимать, это как бы такой одно из резюмов, так? Ну, скажем так, у него должны быть заняты обе руки. Ну, согласен. Он не должен скучать, и двумя руками он может хорошо показать и поднять и матку, и грешину, и натянуть, и так далее. Так, он стоит, в общем, и изображает помощь. Понятно. Ну, вернемся к вмешательству, я хотел бы показать, что вот здесь мы начинаем из ректомоктомии, делаем, стартуем это с задней полокружности, да, ассистент поднимает будущий операционный препарат. Как вы видите, все это тоже продолжается при помощи Ультра Сижина, который очень хорошо показывает себя именно в лапарстопической хирургии рака прямой кишки. Видите, как при помощи него очень удобно и бескровно, заметьте, заходить в это сакральное пространство. Да, я понимаю тех хирургов, которые используют монополярную коагуляцию, там более лучше визуализируется слой, когда это происходит при помощи монополяра. Да, Ультра Сижин имеет такое свойство склеивать ткани и этим достигается его гемостат. в целом, мне кажется, что этот инструмент выбора. Я вот, несмотря на то, что Арман Васканцев с ним уже родился, я тоже овладел в процессе своей работы и тоже без него, извините, мезректомоктальмию себе не представляю. Вы, Игорь Иванович, что скажете? Я крайне редко беру крючок. Если честно, не очень умею. Это как бы да. Я осваивал лабороскопические хирурги, когда был доступен ультра Сижин. Кстати, если вы его сложите вместе и сделаете такое движение, то вам будет почти крючок. Я этим часто пользуюсь. Это можно рассечь, использовать его. Мы мобилизовали заднюю полотружность. Мне тоже нравится, что как бы ультра Сижин это как дополнительный инструмент в твоей руке. Все-таки монофоляром нельзя вот так тоже поднять ткань, вот как граспером захватить, оттянуть. Здесь я начинаю тоже мобилизовать переднюю полотружность. Несмотря на то, что у меня подтянута марка у пациента, все равно ассистент немножко натягивает переднюю полотружность классового пространства. И, знаете, дополнительную тракцию это создает. Видите, я зашел в слой, очень хорошо вижу мне специальное пространство. Здесь немножко видео ускорено. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. В целом, также мы понимаем, что именно здесь тоже находится очень много сосудов, особенно в ракет оригинальной перегородке у женщин. И вот по переднебоковым стенкам бывают и мужчины, под пузырьками всегда сосуд начинает плотать. Здесь даже тоже на лицо, скажем так, на глаза полностью идеальная работа именно ультразижения. Я уже не напрашиваюсь на комплименты. Что вы скажете, Арман Воскан? Вы так же делаете? Вот так вот крючком, конечно, сделать немножко, с моей точки зрения, было бы немножко затруднительнее. И действительно, передняя стенка, ведь она, вы правы, особенно у мужчин, где семенные пузырьки там действительно бывает здорово подкравливает. И в этом плане ультразижен практически минимизирует риск кровотечения в этой зоне. И я учился на ваших видеофрагментах, вот, поэтому что могу сказать? Я хочу и плачу. Я хотел бы просто вам сказать, мы же не зря вот мы сегодня собрались такой командой Единая. Потому что все-таки хирургия, об этом будет, наверное, говорить Арман Восканович, хирургия воспалительных заболеваний, это не всегда хирургия слоя, правильно? Как хирургия рака прямой кишки. Совершенно верно, конечно. Есть вот такая высокоэнергетическая техника, ультразижен, она просто незаменима. Да, но давайте тогда оставим этот для вас. Я не буду вас сейчас тут утомлять, вот, и наших зрителей всей полнотой вот тотальной мезректонектомии, потому что я хотел все-таки в дальнейшем продемонстрировать работу сшивающих аппаратов, а мы здесь использовали электрические и линейные циркулярные степлеры. Где-то на этом этапе сейчас мезректонектомию я тогда завершу. Ну, в целом, да, вы согласны, что мы так двигаемся в пределах слоя? Мне осталось только здесь мобилизовать левую стенку прямой кишки, и я уже ниже опухоли, да, я уже заранее, ну, соответственно, как-то скелетизировал прямую кишку, согласно всем правилам, да, и вот уже, значит, мы в живот завели линейный электрический степлер, да, компания текон, эшелон power, и на самом деле удобно, понятно, что можно использовать различные кассеты, и в целом он выглядит как-то механический степлер, ну, прике сидит очень удобно, за счет аккумулятора не происходит какого-то такого сильного утяжеления этого инструмента, остальное все стандартно выполняется, да, спокойно заводится за кишку в таз, вы уже вот видите, видна скритизированная прямая кишка, и основная фишка этого аппарата в том, что вот эта электрическая энергия позволяет тоже без всяких движений лишних и резких как раз пересечь и прошить кишку, что очень важно, потому что все-таки когда вы используете механический степлер, особенно вот линейный, например, обычный эшелон, то там нужно таких несколько сделать движений закрывательных этого аппарата, да, для того, чтобы и протолкнуть лезвие, которое сгибает скрепки, и, соответственно, рассечь кишку, и прошить ее одновременно, и всегда происходят какие-то тракции кишки, да, можно на это все, вот скажем так, сваливать, вот что из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы с анастомозом, в целом в руках опытного хирурга, я думаю, что любой степлер должен эффективно и хорошо работать адекватно, но вот электрически очень удобно, вот сейчас здесь вот, скажем так, первое прошивание, мы ниже опухоли, да, минимум там на 5 сантиметров, еще я покажу, как это выглядит и работает снаружи, вот, Евгений Геннадьевич, вы скажите мне такой момент, вот исходя из вашей лекции, вот здесь у меня получилось два прошивания, я использовал две 60-й кассеты, очень редко и наверное на моей памяти, ну наверное я два раза всего лишь за весь свой опыт, я так сегодня так прикидывал, вспоминал, а я делаю там более 100 метректомоктомий в год, у меня получалось таким степлером делать, пересекать кишку за один раз, вот скажите, пожалуйста, мы понимаем, что чем больше ты используешь кассет, тем больше частота вероятности развития несостоятельности, а есть ли какая-то цифра, какое оптимальное количество можно этих прошиваний использовать, или нет такого, ну например два, или три, понятно, что стремиться к одному это просто нереально, ну тогда вы сами ответили на свой вопрос, два, вот, я считаю удачно, когда 60-40 вы пересекли, вот, действительно за один раз пересечить, но это крайне редко бывает, это не, скорее всего это не низкий, не совсем низкий пересекли, не на дональт, немножко повыше, потому что просто его изгиб не дает это сделать. Я согласен, сейчас это обычный передний резерв, то есть по большому счету самый идеальный вариант, ну скажем так, в кавычках, это 60 и 40, да, две кассеты. На мой взгляд, да, на мой взгляд, да. Вот видите, вот у меня остался такой вопрос. Я согласен с Евгением Геннадьевичем, мне крайне редко вот на этом уровне удавалось обойтись одной кассетой, в большинстве случаев это две. Ну и, соответственно, опять мы сейчас используем электрический вот еще он, тоже удобно, да, вы видели, вот пока там, я, значит, заполнял эфир вот количеством кассет, которые нужно использовать. Да, да, да. Хотелось бы отметить, чтобы рука была практически неподвижна в момент прошивания, то есть не было подергиваний в момент прошивания. Да, 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 снаружи очень, вот он хорошо сидит, очень революционный. Поэтому я как бы вам тоже, коллеги, советую его попробовать как минимум, потом просто отказаться не сможете. Вы как считаете, Игорь Иванович, для вас есть разница между именно вот технических особенностях электрического механического? Ну, у меня нет такого опыта прошивания электрическим степлером, но обычный механический это всегда приключение, как вы его повернете. вот, плюс ко всему, Армур, он совершенно прав, там необходимо делать несколько нажатий, все это колышется внутри живота, в общем, выглядит не очень здорово. Плюс ко всему, вот, если обратили, я взял из YouTube вот этот небольшой клип относительно этих аппаратов, у них не только механическое, вот и даже здесь сейчас видно, что скретки стоят не в углублениях, а наоборот есть такая приподнятая то есть, как бы, здесь еще есть такой момент, что он удерживает ткани, если обычный степлер выдавливает ткани, они выскальзывают оттуда, имеют тенденцию выскальзывать, то здесь, поскольку она несколько приподнята, то гнездо, куда вставлена скрепка, она лучше удерживает ткани, и не дает им соскальзывать. Тонкость, нюанс, но как говорил Тамара Семеновна, хирургии мелочей нет, и этот нюанс, на мой взгляд, облегчает жизнь хирургу, ну и, конечно, то, что не нужно делать несколько движений рукой, четыре раза на шестидесятки, три раза на сороковки, это уже плюс, автоматически он делает, ну и, как нас уверяют разработчики, что происходит более плавное сжатие, и сжатие в виде 3D. Ну, вот видите, значит, снизу препарат мы пересекли, все в порядке, достаточно было двух пришиваний, и сейчас видно уже, да, подготовили кишку для установки головки, вот видно даже визуально, что есть демаркационные линии, вот здесь мы тоже использовали, значит, режим ICG, надо сказать, что это стойка великолепной компании Карл Шторц, это Рубина, да, последняя их разработка, современная оптика, хорошее качество видео, и хорошая имплантированная, скажем так, внутрь встроенная система ICG для перфузии тканей, и видите, совершенно все классно выглядит, операционный препарат, который уже, скажем так, обесточен, обескровлен, и пересечен снизу, не имеет никакой перфузии, соответственно, не светится, и видно уже как раз пешку для низведения, вот в этой области мы как раз будем ее пересекать, да, и как видите, пешки без мобилизации левого сгиба для передней резекции здесь достаточно, и вот на этом этапе мы ICG завершили, установили головку сшивающего аппарата, мы здесь используем тоже циркулярный сшивающий аппарат компании Тикон, и он тоже электрический, здесь вот на этой операции как раз я пригласил специально Армен Восканович, и он нам помогает формировать анастомоз промежуток, да, вот так вот выглядит электрический степлер, видите, вот он его держит одной рукой, а другой не может удержаться, ему уже приятно удержать, вот, как ваше ощущение Армен Воскановича используя вот это? Да, действительно, на самом деле очень легко, он очень удобно лежит в руке, эргономика очень удобная, ну и конечно, опять-таки, момент прошивания, который сейчас будет показан, никаких подергиваний, ты нажал на кнопку, он спокойно, без рывков прошил, ты потом открутил головку, и в общем-то, вытащил спокойно аппарат наружу, то есть, ну прошивание было одно удовольствие. замечательно, ну и, соответственно, вы видите, кишка с головкой низведена, сейчас копье установим, головку установим в стилет самого аппарата, и спормируем анстамол, сейчас посмотрим, как это и снаружи выглядит, в целом, действительно, вот нам понравилось, удобно, не тяжело, в руке лежит хорошо, за счет аккумулятора тоже не представляет какой-то дополнительной тяжести, видели, Армен Восканович держал его одной рукой, ну, надо сказать, что еще в спортзал, конечно, Армен Восканович в поле, поэтому, может быть, было ему легко. Генгин Альчик, вы же тоже использовали электрический, циркулярный? Да. Помните ли вы того пациента, как у него протекал после операционной периоды, без событий хорошо протекал? Вот, это было не так давно, не закрыто, из 6-го, но там очень хороший анастомоз, он выписан был на 6-й день, сейчас просто химиотерапию проходит пациент, когда мы захочем будет закрывать. Ну, раз, спасибо, а сколько у вас получается компрессия тканей? Я не услышал вас. Вот, насколько важной является компрессия тканей, и вот, насколько, например, важна длительность этой компрессии при соединении головки и наковальни самого аппарата? Ну, вручном нам рекомендует до 3-х минут держать, ждать. Здесь он сам надо делать автоматически. Ну, вот, вы видите, соединили, вот, натяжения кишки нет. Действительно, наверное, если бы была низкая передняя резекция, без левого изгиба бы обойти не удалось. Там и осталось буквально его и демобилизовать. Очень важным у женщины является то, что при соединении аппарата и головки можно контролировать передние стенки влагалища, да, здесь это все соблюдено, мы все видим, и сейчас Армен Восканцев нам идеально выполнил прошивание. Что там говорит Армен Восканцев, аппарат сам выполнит прошивание, так ли? Фактически, да, ничего не надо было делать, любой, даже ребенок справился. Ну, почему нет следующего следующего? Хорошо, значит, ну, прокручу, а то мы засмотрелись, как мы все это дело соединяем. Когда Здесь без тома, да, Станислав Ильич? вы сделали без тома, по-моему, да? Да, здесь было без тома, но это, скажем так, не такая классическая передняя резекция, здесь все-таки аностомост низковат был. Да, низковат, я тоже хотел обратить внимание, да. Потом все-таки мы это сделали, пациентки не было. Вот прошили, вот сейчас, Нанислав Ильич, смотрите. Паркетка, да, и вот Армен Васканович, видите, горит зелененький индикатор вот о компрессии пешки, да, Все, это я уже прошил, я только нажал один раз кнопку, и все, дальше он сам сделал, все за меня. И вот откручиваем головку. И вот так вот, руковые движения, они необходимы? Да, 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 они необходимы, по-моему, даже представители фирмы тоже предлагают, это для того, чтобы точно быть уверенным в том, что кольца отошли. Ну, вот символично, кольца отошли. Кольца отошли. Ну, вот так вот, да. Спасибо большое, Армен Восканович, это был великолепный аппарат, великолепный анастомоз, на этом такая моя презентация закончена. Спасибо, спасибо, Станиславич. Очень здорово. Есть, что обсудить, или мы приступим к вашему видео? Да, мне кажется, может быть, приступим, как Евгений Владимирович скажет, потому что я думаю, что... Я думаю, да, давайте посмотрим видео, у нас как раз осталось полчаса, вот, и будем еще время обсудить. Давайте. Ну, смотрите, я, конечно, сейчас покажу несколько, немножко другую хирургию. Мы, наверное, собрались, Армен Восканович, я вам открою такую маленькую тайну. Да. Значит, сейчас все видно. И мы начнем с лапароскопической колоктомии при язенном колите, и потом будет лапароскопическая проктоктомия тоже при язенном колите, как второй этап хирургического лечения. И здесь есть особенности. Вот почему я задавал эти вопросы, потому что мы стараемся, это понятное дело, что все пациенты с ВЗК, большинство из них, это молодые люди трудоспособного и репродуктивного возраста. И здесь сохранение вот этих всех жизненно важных для них на тот период времени половых функций имеют ключевое значение. И порой пациентам нет времени сдать и заморозить сперму, потому что нам приходится иногда их оперировать в срочном или экстренном порядке. И здесь, в общем-то, во многих странах мира уже принята такая тактика, мы при колоктомиях не выходим на сосуды, то есть мы стараемся зайти, вот как здесь показано, непосредственно под кишку, пройдя через брыжейку, выйдя на другую сторону и работаем исключительно вблизи толстой кишки. Таким образом минимизируя практически до нуля какую-либо травму нервных сплетений, ну, а именно гипогастральных. Это технически выполнить значительно сложнее. Я помню, как мы один раз оперировали с Евгением Геннадьевичем семейный аденоматоз толстой кишки и вот он наблюдал вот за приблизительно такой вот техникой. Там была очень непростая ситуация, очень выраженная брыжейка в толстой кишке и мне было очень сложно сделать вот это вот отверстие под кишкой и в какой-то момент Евгений Геннадьевич просто мне сказал, ты знаешь, Анатолий Анатольевич, я абсолютно не понимаю, что ты вообще делаешь. Я запомнил как бы такую фразу, то есть человек, который, ну, конечно, всю жизнь работает в онкологии, для него эта техника немножко, ну, не совсем эстетично так или иначе, здесь у нас колоктомия, также мы вот выходим на приблизительно верхний, ну, верхний ампулярный отдел прямой кишки, так называемый, так называемый ректосигмоид, используем, вот здесь как раз-таки в отношении прошивания аппарата Машелон нам удалось сделать это за один раз, как раз-таки вот на этом уровне практически всегда нам удается выполнить это, используя лишь один выстрел и используя одну кассету, хотя это также, в общем-то, не принципиально, я согласен с Евгением Геннадьевичем, можно использовать 60-45, и дальнейшая мобилизация обыточной кишки происходит как раз-таки не в слою, а она идет непосредственно под кишкой, пересекая только брыжейку. Действительно, бывает очень сложно это все выполнить, спасает энергия, которой мы пользуемся, а именно аппарат Intercision, гармоник, который, в общем-то, с успехом выполняет свою задачу, особенно, если мы имеем дело, здесь, это обычный ультразвуковой скальпель, но многие знают, и многие работали ультразвуковым прибором Ultra-Sision Ace, где есть, скажем так, функция усиленной коагуляции, зеленая кнопочка, я думаю, Станиславич помнит этот аппарат, вот, им вообще работать намного удобнее, можно идти непосредственно по брыжейке, безопасно, не боясь, что этот Ultra-Sision не справится с каким-то сосудом в брыжейке толстой кишки. В принципе, здесь, в общем-то, все достаточно стандартно, то есть, мы доходим до левого изгиба, потом переходим к поперечно-обночной кишке, сальниковая сумка, вот здесь такой еще тоже момент по поводу удаления большого сальника, я всегда удаляю его, кто-то его оставляет, единого мнения по этому поводу нет, в литературе каких-то, какой-то доказательной базы, что это хорошо или плохо, тоже отсутствует, и в разговорах, ну, в основном со всеми ведущими специалистами в нашей стране, и не только в нашей стране, но и во всем мире, кто занимается этой проблемой, в общем-то, это всегда остается на удел оперирующего хирурга, но вот в данной ситуации я делаю это всегда одинаково, левый изгиб мобилизуется с двух сторон, со стороны поперечной ободочной кишки и со стороны латерального канала, технически, в общем-то, все выполнимо, да, есть сложности в плане, опять-таки, отсутствия слоя, но как-то адаптироваться можно к этому, к этой ситуации, и используя хорошую энергию, никаких проблем здесь также не вызывает. Дальнейшая мобилизация уже переходит на правый, на правый отдел ободочной кишки, тут есть некоторые нюансы касательно уже специфической хирургии язвенного колита, а именно, вот, именно справа нам нужно выделить или колику, вот это вот тот момент, когда это необходимо сделать для того, чтобы подготовить и кишку, и пациента для второго этапа хирургического лечения, то есть сосуды или колики должны быть пересечены, ну, практически, как у пациента с онкологией, связано это с тем, что в будущем, когда будет выполняться тонкий кишечный резервуар, или колика порой его лимитирует, и для того, чтобы не заморачиваться на втором этапе пересечения мариуполики, мы рутинно стараемся пересечь ее на первом этапе, то есть тем самым подготовив петлю тонкой кишки и брыжейку тонкой кишки для дальнейшей мобилизации и низведения ее в малую тазу без пересечения вот этих вышеупомянутых сосудов. Поэтому это единственный, наверное, такой момент, приближенный к онкологическим каким-то принципом. Здесь, в общем-то, классическая мобилизация начинающаяся с медиальной стороны. Вот видна двенадцатоперстная кишка, достаточно остеонический и худой пациент, поэтому здесь все очень хорошо все видно. И пересекаются сосуды или колики. После этого продолжается мобилизация правых отделов. И еще один момент, мы обязательно мобилизуем брыжейку тонкой кишки со стороны малого таза. Сейчас мы это увидим. Так, пардон, что я нажал. Переведу. Вот происходит как раз-таки мобилизация брыжейки тонкой кишки. То есть со стороны малого таза мы стараемся мобилизовать терминальный отдел подвздошной кишки с ее брыжейкой также для того, чтобы подготовить этот участок для последующего формирования тонкокишечного резервуара. в общем-то, вот заканчивается мобилизация всей водочной кишки и происходит экстракция препарата. Коллеги, есть какие-то нюансы, особенности, может быть, вопросы по этому блоку? Или мы перейдем уже к более интересному видеофрагменту с прямой кишкой? Давайте, да. вы как, Евгений Геннадий? Да нет, в общем-то, все понятно. Действительно, давайте вернем к прямой кишки. Единственное, что с одной стороны не онкологическое выделение брыжейки, с другой стороны онкологическое удаление сальника. Хотя и в онкологии нет доказательств того, что удаление сальника действительно оправданно. Наверное, только при поперечном бодочнике. А почему не сохраняя все-таки сальник? Он играет, мне кажется, важную роль Вы знаете, у меня было пару раз, ну это опять-таки это мое такое личное мое впечатление, что я пару раз его сохранял и на втором этапе, когда нужно было формировать тонкий кишечный резервуар, лапароскопически это было сделать очень сложно, потому что он запаивал тонкую кишку и мне в одной ситуации даже пришлось сделать конверсию. То есть понятно, что лапароскопия минимизирует спаечный процесс, но я думаю, все это отметят не всегда. И как-то я обратил внимание, что без сальника более свободно лежат тонкие кишки, а при формировании тонкоишечного резервуара это имеет очень важное значение. Понятно. То есть это убедительный аргумент, я согласен, что если речь не о двухэтапном и об отсроченном формировании пауча, сальник может играть отрицательную роль как точка образования спаечного процесса. Ну давайте перейдем к прямой кишке. Да, ну вот тут самый интересный такой момент. Это вот второй этап, несколько другая пациентка, женщина, подшита матка, резервуар был сформирован экстракорпорально на первом этапе, то есть он уже сейчас находится в брюшной полости, то есть мы сначала сформировали свободно резервуар, потому что на первом этапе была пересечена элеоколика, была мобилизована брюшейка терминального отдела подвздошной кишки, мы спокойно вывели терминальный отдел подвздошной кишки, сформировали резервуар, положили его в живот пневмоперитоневом. И вот что интересно, в общем-то достаточно давно я уже использую технику под названием closed rectal dissection, это полное сохранение всей мезректальной клетчатки, которая невероятно оправдана у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, поскольку это полная минимизация практически до нуля каких-либо травмы нервных нервных сплетений. И более того, сейчас еще два слова скажу, более того, не секрет, что резервуары ректальной анастомозы также достаточно часто осложняются несостоятельностью. Это порядка 20-25 даже процентов по данным всех источников. И closed rectal dissection, то есть сохранение всей мезректальной клетчатки, уже есть такие исследования, достоверно уменьшают клинически значимую несостоятельность и увеличивают шансы на то, что все это заживет без каких-то последствий. Поэтому техника очень интересная. Лично я к ней шел достаточно долго. Вот вы видели такой тоже небольшой лайфхак. Я прошил ниточкой кульчу для того, чтобы было удобно использовать тракцию культи. и здесь самое главное выйти непосредственно на стенку прямой кишки. Если успеть заметить, здесь была сохранена после колоктомии верхняя брюджечная артерия, и она как бы остается на стенках таза и крестца. Что, Станиславович? На стенке таза остается артерия. И здесь вот такой момент, когда мы наблюдали за техникой, Станиславович, когда вы делали ТМЕ, вы сначала спокойно зашли по задней полуокружности, и так можно дойти практически до тазового дна, и только потом забирать боковые стенки и перельную стенку. При closed rectal dissection такого не получится. То есть, ты должен идти циркулярно по всей кишке, постепенно вытягивая как бы прямую кишку из мезоректума. И только таким образом может получиться красивая вот такая техника, ее их понесущая называет bad temie, плохая мезоректоматомия, но мне больше нравится термин closed rectal dissection, и он, кстати, есть в англоязычной литературе, и, в общем-то, работа, посвященная этому вопросу, как так и называется, этот термин звучит в статьях. Но технически, конечно, это также сделать бывает очень сложно, особенно вот у мужчин или при каких-то инфильтративных изменениях в мезоректальной клетчатке, почему-то это бывает у пациентов с ВЗК, не очень понятно, как это, вот все-таки, какой процесс и какой механизм этого воспаления, но так или иначе, иногда мы сталкиваемся с серьезными кровотечениями, которые не можем остановить, это все приходит, приводит к конверсии, и в результате тотальной мезоректоматомии, потому что выполнить такую технику на открытом этапе, ну, очень тяжело, а порой практически невозможно, потому что, ну, не дается, нет такой хорошей визуализации, как при лапароскопии, здесь я всегда использую ультра-сижн, потому что, с моей точки зрения, его эргономика и то, как он сконструирован, он идеально подходит для этой техники, и если даже представители обратили внимание, да, я очень часто работаю как раз-таки режущей поверхностью рядом с кишкой, и, ну, риск травмы практически минимален, и вот уже, видите, опять-таки, я перехожу уже на переднюю стенку, здесь есть трудности, то есть, опять-таки, визуализация, нужно тут расставлять правильно ассистентов, потому что мезоректом нависает, и тебе очень сложно выходить на стенку прямой кишки, то... Извините, Армэн Ластан. Да-да-да-да-да-да. Онкологи содрогаются, когда такое смотрят. Я просто один вопрос в процессе. Вы это делаете каким режимом ультрасижена? В основном резание. То есть, вот этой коагуляции не требуется, да, потому что, мы же знаем, мезоректом это кровит, поэтому как бы онкологическая проблема соблюдай слой и у тебя и кровить не будет, здесь же напротив. Вот я говорю, опять-таки, да, я шел долго к этой технике, и я обнаружил, что чем ближе ты будешь к прямой кишке, тем минимизируешь, тем самым минимизируешь риск кровотечения. Как только ты отходишь хотя бы на полсантиметра, немножечко, чтобы остался этот мезоректум на прямой кишке, тогда начинаются проблемы. Но тут, конечно, есть и другой конец этой палки, да, есть риск травмы самой прямой кишки. Одно дело, когда ты ее потравмируешь там в среднеаполярном отделе, ну, как бы и бог с ней, потому что для тебя важен только нижнеаполярный отдел, а именно это там буквально сантиметр, полсантиметра от зубчатой линии. Мы стараемся максимально спуститься низко у пациентов с язвенным колитом, поскольку оставление прямой кишки больной, все равно это может сказаться в последующем на воспалении, на воспалительном процессе. Поэтому нужно спускаться максимально низко. И даже с этой техникой у нас стало это получаться, в общем-то, с каждым разом все чаще и чаще. Но, действительно, я соглашусь, технически выполнить это не всегда очень удается, прям сразу так вот с легкостью, как здесь нарисовано или как здесь нарезано. Потому что среднее время вот такой вот диссекции, ну, наверное, порядка часа. Понятно. Скажите, Арман Ваткан, у вас постоянно происходит тракция прямой кишки вверх, да? Потому что вы ее как бы вытягиваете и снимаете с нее мезоректом, да? Да, совершенно верно. Вот здесь как раз-таки тракция крайне важна, и она очень сильная. Потому что если ты не будешь вытягивать прямую кишку, как бы выворачивая ее из мезоректома, то ничего не получится, ты закопаешься. Потому что мезоректом, который остается на стенках таза, он все равно наседает на тебя. И вот здесь вот, кстати, очень хорошо видна вот уже стенка влагалища. Понятно, что здесь мезоректома не очень много. И здесь уже приходится идти очень близко между задней стенкой влагалища и прямой кишки. И тут нам опять-таки нужно максимально низко спуститься. Да, есть некоторый риск травмы либо прямой кишки, либо влагалища. Но оставить более длинную культью у пациентов с язвенным колитом с риском, что потом там разовьется тяжелый язвенный колит, и вся наша работа пойдет на смарку, конечно, преобладает в этой ситуации. И нам нужно... Вот пальцем мы проверяем как раз-таки уровень уже резекции. И вот здесь мы используем обычный эшелон, то есть не пауэр. Но все равно в данной ситуации эшелоном работать намного удобнее, потому что одной рукой ты, в принципе, можешь произвести и сгибание, и тракцию. И вот вторая рука, вот это моя, которая работает. То есть мне удается работать спокойно эшелоном, даже несмотря на то, что он не пауэр, используя одну руку. Конечно, нам не удалось, естественно, прошить за один раз. Да, да? Да, за один раз вижу. Да, да. Но я, честно говоря, даже не вспомнил, что так низко у меня удавалось прошить за один раз. Но вот за два это получается. Да, вот чуть-чуть тут остался небольшой участок, но мы проверили, что там он все-таки был прошит, и мы не стали использовать третью кассету, потому что это, конечно, серьезно увеличивает риск несостоятельности. И приступили уже к формированию анастомоза. То есть это где-то уровень, наверное, если мне не изменяет память, где-то не больше сантиметра от зубчатой линии. То есть мы спустились достаточно низко, еще полсантиметра уйдет как раз-таки в аппарат. И вот происходит состыковка уже тонко-кишечного резервуара с прямой кишкой. Здесь, в общем-то, ничего такого особенного нету, все достаточно стандартно. Какой диаметр стыклера вы используете для анастомоза? Я стараюсь не больше 29-го. То есть 29 и меньше. 25 – это не маленький диаметр для техники? Нет, 25-й, кстати, в последнее время я тоже стал очень часто использовать. Дело все в том, что этих пациентов мы достаточно рано смотрим, делаем пыльцовое исследование для того, чтобы понять, как там все заживает, промываем резервуар. И в последующем у нас обязательным условием для пациента – это контроль через 3-4 недели. Пыльцевой обязательно контроль. Потому что у почти всех пациентов происходит сужение области анастомоза. И если ты его через месяц пальцем не разбужируешь, то через 2 месяца сделать это придется только уже под обезболиванием. Это дополнительная гастеризация, которая может оттянуть факт формирования стомы. Поэтому эти пациенты у нас все под контролем. И мы не боимся уже использовать и даже 25-й диаметр, потому что стараемся всех пациентов потом рутинно смотреть. Ну и вот происходит экстракция препарата. И, в общем-то, на этом все вытаскивается через стомальное окно. И оттуда же формируется временная стома. То есть получается такая очень красивая лапароскопическая, чисто лапароскопическая операция. Практически без разрезов на животе. Очень интересно. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Наверное, больше он технический. Если оперировать терминами БЭТ-ТМЕ, вы же тоже занимаетесь хирургией рака прямой кишки. Как после этого сделать ГУД-ТМЕ? Ну, на самом деле, я к БЭТ-ТМЕ пришел через ГУД-ТМЕ. Соблюдать режим накануне, чтобы не перепутать операции. Идентификация пациента. Идентификация пациента. Залог. Залог качества. Да. Но действительно, Сергей Славич, вы же вспомните, когда мы начинали хирургию резервуаров, это, ну, тотально всем пациентам выполнялась тотальная мезоректная амитомия. Всем. И к БЭТ-ТМЕ, так называемому, да, или Closed Rectal Dissection, мы пришли, ну, наверное, ну, может быть, последние года 3-4. Большое влияние в этом имел, конечно же, один из лучших, я считаю, в этой части хирургии Ив Панис. У него, наверное, наибольший опыт выполнение данной техники. И вот то, что сейчас было продемонстрировано, по сути, я учился вот как раз-таки у него, когда был в его клинике. И он как раз-таки вот показал мне вот эти tips and tricks, как сделать, как прийти к этому. И вот благодаря, конечно, нашему коллеге из Франции вот мы дошли до такой техники. И мне кажется, очень здорово получается. С каждым разом все лучше и лучше. И абсолютная минимизация для пациента каких-то проблем вот с ретроградной эякуляцией. Что касается девушек, кстати, и это тоже мнение Ив Паниса, благодаря тому, что мы не рассекаем тазовую брюшину широко, он говорит так, не происходит, скажем так, не падают трубы и придатки в таз. Потому что это очень часто, они заваливаются туда вот к резервуару, запаиваются. И, к сожалению, естественная беременность у них бывает невозможна только через ЭКО. И он считает, что сохранение вот этого вот дугласа, да, по сути, вот брюшины на малом тазу, да, при входе в малый таз, позволяет удерживать маточные трубы, так скажем, ну, связочный аппарат не страдает. Ну, мне кажется, отлично. И вот что для себя еще сегодня я вот усвоил, что остается еще огромное количество вопросов, которые можно обсудить. И это говорит о том, что можно встречаться и встречаться, да, как говорит небезвестный нам Юрий Анатольевич Шелыгин, что еще и тысяча аспектов. Поэтому у нас осталось немного времени. Я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить компанию Этикон за поддержку нашего вебинара и компанию Карл Шторц за поддержку трансляции сегодняшней. И, кроме того, мне хотелось бы поблагодарить вас, уважаемые коллеги, Евгений Геннадьевич, профессор РАН, Армен Восканович. Вот, с большим уважением вас вижу и слушаю. И каждый раз открываю что-то новое и буду открывать. И мне бы хотелось, чтобы вы сказали по паре слов, ну, нам всем, слушателям тоже, Армен Восканович. Ну, я всегда за такие мероприятия, потому что и сам люблю на них не то, что участвовать, а вообще смотреть и присутствовать, потому что это, ну, процесс самообразования и обучения, он бесконечен. И вот не зря вот все вот эти вот, вся эта техника, вот и вы упоминали, и Амжада Парваиза, всегда что-то приходит новое. И благодаря техническим оснащениям и появлению новых девайсов, хирургия тоже становится другой. Она улучшается, и я считаю, что нужно стремиться и продолжать развиваться. Благодаря нашим друзьям из компании Тикона и Карл Шторс, мы всегда рады всем. Вот, приходите, дарите нам подарки. Евгений Геннадьевич, ну вы... Я хотел вам сказать, что я получил достаточное удовольствие, посмотрев эти вмешательства. Тем более, что видно, что они не очень монтированы, что это реальная хирургия, совершенно разные техники. Я подумал для себя, что было бы еще здорово посмотреть, как делается при семейном аденоматозе. Там больше алкологической осторожности, там действительно идет как бы онкологические три операции. Резекция поперечно-ободочной, правосторонняя, левосторонняя и мезоректомомтомия. Замечательная короткая конференция, я надеюсь, не знаю, сколько к нам подключились, но надеюсь, что люди почерпнули для себя что-то новое. Процесс познания, он бесконечный. И очень важно, что есть возможность посидеть, посмотреть. Лабороскоптические технологии, они открывают колоссальные возможности. Раньше просто я не представляю себе, как можно было бы это показать. Это было крайне сложно вообще продемонстрировать мезоректомтомии окружающим. Сейчас это становится очень легко. И процесс обучения совершенно другой. Результаты, я думаю, тоже будут улучшаться. Ну и с новыми технологиями, если они еще станут приемлемы по цене, то вообще будет... Евгений Геннадьевич, пару слов, может быть, о конференции 3 июня. Ну, нельзя не сказать. Да, мы, пользуясь случаем, хотим анонсировать конференцию, которая будет проходить 3 июня. Она посвящена памяти выдающегося хирурга, я считаю, товара Семена Адарюк, которая большую часть своей жизни отдала лечению больных именно раком прямой кишки. И на это будет сделан упор. Мы обсудим самые разные аспекты. И ранний рак, и распространенный рак, и диссеминированный рак. И рак прямой кишки, в том числе, на фоне ВЗК, и рак с локализацией прямой кишки при наследственных формах. Поэтому мы призываем вас отметить это в календаре. Еще будет анонс. И надеемся, что вам будет также интересно 3 июня. Спасибо большое, коллеги, вам. Спасибо. Которые нас слушали и смотрели. До новых встреч. До новых встреч.